Брейкинг, паркур, воркаут, BMX, скейтбординг. 2500 человек из 47 стран мира приняли участие в финале Международный конкурс премии уличной культуры и спорта Карда в Ставрополе. Это одно из направлений, которым мы занимаемся в правительстве в течение последних 5-6 лет. Продвигаем культуру улиц. Реновация множества пространств, более 70 новых скейтпарков, велосипедные дорожки для всех крупных городов. В Китае сейчас развивается трикинг. Этот вид спорта нравится всё большему количеству молодых людей. Когда я приехал в этот город, я увидел большой интерес к соревнованиям. И мне это очень понравилось. Всего в соревновательной программе 11 направлений. Среди них и граффити. Художники создали целый арт-квартал. Всё начинается с выбора подходящей поверхности. Она не должна быть очень гладкой или пористой. Затем выбирается цвет фона и намечаются основные элементы рисунка. Но действовать нужно плавно, аккуратно. Ну а самое главное – быстро. В 2024 году – седьмой сезон премии «Карда». Сеть ТВ «Брикс» выступила международным информационным партнёром события. Для нас это вообще-то большая такая честь и, конечно, ответственность проведения такого уровня мероприятий. Но я считаю, что, наверное, не случайно выбирается город Ставрополь. Почему? Потому что город Ставрополь – вообще-то молодёжный город. Для меня Ставрополь – я как второй дом. Я счастлив, что сейчас мы подписали договор, который позволит Аргентине развивать дальнейшее сотрудничество в сфере развития уличной культуры и спорта. В спортивной программе «Карда» победили участники из России, Вьетнама, Бразилии, Перу, Ирана. Я счастлив, что паркур развивается. И для меня большая честь быть здесь. Я надеюсь, что подобные соревнования будут продолжаться и в будущем, в том числе и в других странах. Первое место в номинации «Пати Киллер Микс» достается Бразилии – Неду Лопес. Я в восторге. Это потрясающе. Это международная награда. Первое место в мире. Это не то, что происходит каждый день. Поэтому это очень особенный день для меня. Лауреатов выбирали и среди организаций, которые внесли наибольший вклад в развитие уличной культуры и спорта за 2023 год. Конечно, я была рада. Это такие эмоции яркие, что ты очень много делаешь. Нашей организации около 15 лет. И когда твой труд оценен, это действительно очень приятно. Вдохновлять и поддерживать таланты – главная цель организаторов конкурс премии. Чтобы те творцы, которые есть сейчас, посмотрели еще дальше в сторону невозможного и смогли сделать самое легендарное открытие. А наша задача с этой стороны – их поддерживать и давать им уже международное, может быть, даже всемирное через время признание, чтобы этих людей знали. Они мотивировали всех от маленьких детей до взрослых наших бабушек и дедушек. Итог карда 2024 масштабный. Почти 100 победителей, обладателей премий и грантов в области развития уличной культуры.